В Красном этой осенью откроется первая в Ненецком округе модельная библиотека. Это не просто книгохранилище и читальный зал, а современный арт-холл для презентаций и мультимедийная каворкинг-зона для работы, общения и обучения. Александра Литкова продолжит. В одноэтажном здании рядом с сельской школой кипит работа. Капитальный ремонт помещений – одно из условий для получения гранта на оборудование модельной библиотеки. Ее создание реализуется в рамках федерального проекта «Культурная среда». В рамках национального проекта «Культура». Буквально на прошлой неделе у нас вышел подрядчик по модельной библиотеке. И сразу же с подрядчиком мы встретились, хотели посмотреть, как уже начались работы. Для того, чтобы в Красном появилось такое новое место протяжения. Это будет место, в котором будут собираться и молодежь, и старшее поколение. Это новый формат библиотеки, который в регионе у нас только появляется. Выиграли мы средства в рамках национального проекта «Культура». Сдать объект подрядчик должен не позднее 20 сентября. За полтора месяца необходимо заменить электрику, отопление, водопровод, провести работы по благоустройству. Планируем заказать материал на следующей неделе. Ориентировочно ждем доставку через неделю, чтобы приступить уже к отделочным работам. Будут производиться работы по утеплению полов, утеплению крыши, металлосайдинг, замена оконных блоков, внутренняя отделка и отделка полов. Меньше месяца осталось до открытия творческих сезонов в учреждениях культуры. К этому времени в Красном планируют завершить капитальный ремонт Дома культуры. Объект обещают сдать в срок, к первому сентября. Сейчас в здании идет подготовка поверхностей к отделочным работам. У нас идут гипсокартонные работы, шпатлевание стен, выравнивание полов. А потом уже чисто остается у нас поклеить обои, покрасить, постелить уже ламинат на полы или нулю. Где-то, наверное, в середине месяца, может, чуть раньше, ожидаем машину со всеми отделочными материалами. Также к первому сентября планируется завершить ремонт и в Доме культуры села Ома. Подрядчик на обоих объектах – компания СМП-83. Они же строят новое здание Дома культуры в поселке Харута. Сегодня уже воздвигают они стены. И мы надеемся, что в этом году это здание тоже будет построено. Это будет пилотный проект. Тоже земельный участок у нас получен уже предпринимателем Курленко в Усть-Каре. Здание ДК там имеет практически стопроцентный износ. Поэтому надеемся, что на следующий год такое здание у нас появится в Усть-Каре. Многие учреждения культуры в населенных пунктах округа были построены в 80-х годах прошлого века, а некоторые и раньше. Плановые ремонты в них проводятся в рамках национального проекта «Культура». Софинансирование распределено следующим образом. 62% – федеральные средства, 38% – региональные. За счет собственных средств нам будет не справиться с этой задачей. Очень важно, что у нас есть федеральные средства. На следующий год это федеральные средства. На эти федеральные средства будут отремонтированы в ДК Коткино. Но и эта работа будет продолжена для того, чтобы мы смогли это все сделать. Необходимо на самом деле дополнительно не только средства округа. Наталья Кордакова также добавила, что в этом году планируется разработка программы комплекса развития сельских территорий. В ней будут предусмотрены капитальный ремонт, строительство домов культуры и других социальных объектов в населенных пунктах округа. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север».